Вот корчма. Ну, раз я к Ольге ходила, значит, надо мимо корчмы не пройти. Вот она у нас здесь, на Бевеля. По-моему, 138. Ну, могу ошибиться. Кстати, она уработает там. Туда не пойдём, туда не пойдём. Мы... Ой, красивый дракон. Мы выйдем. Что-то написано. Так, корчма, пристанище. Ночь, музыки, мясо, на гриле. Всё понятно. В общем, корчма. Вот она тут. Ага. Ну, в общем, мы тут выходим. Вот сюда. На Бевеля. Здесь вот улица Бевеля более-менее. Кстати, вон, в за реке труба красиво светится. Так как я маньяк, записывающий всё, что видит, продолжаю это делать. Улица Бевеля. Ну, здесь более-менее огонёчки там есть на реке. Да, вот здесь. Красивые вдалеке трубы красивые. Что это такое? Видно трубу? Вот, там. Ну, вот здесь более-менее она освещена, вот эта улица. Сонариками. Так, ничего. А, зелёный свет пошёл. Ещё и пищит. Переходим улицу Бевеля. Ну, в ту сторону она ещё жутко унылая. А в ту более-менее. Да. Переходим улицу Бевеля. Тут храм какой-то красивый есть. Так, вот он не освещен, поэтому в темноте его будет не видно. Храм Серафима Саровского, что ли. В общем, забываю. Вот он видно в темноте, но плохо. Сейчас опять прочитаю. Ну, фотографии он не возьмёт в темноте телефон. Я надеюсь, что видно вот эту маковку-то. Труба и церковь. Сейчас точно прочитаю, что за храм. Так, чё пишут? Красивая церковь-то. Но в темноте не видно нифига. Может, немножко видно. Видно, по-моему? Школа Чудотворца. Воскресная. Храм Святителя Николая Чудотворца. А, Николая. Святителя Николая. В общем, вот он. В общем, да. В общем, храм. Я только за забором его ведёла несколько раз. То есть я там не была. Он вообще действующий? Наверное. Такой деревянный. Вообще прикольно. Деревянный храм. Деревянный мне больше нравится. Ну ладно. На этой оптимистической ноте... Редактор субтитров. Продолжение следует...